Три приседания в секунду и так целый час. 17-летний Виталий Абрамович вошел в книгу рекордов России. Сибиряк присел 1800 раз подряд. Видеодоказательства оценили эксперты. Елена Медведик встретилась с рекордсменом. Тренировка дело привычное. В любую погоду разогрев, подтягивание, цикл беговых упражнений. Мысль о рекорде пришла в голову внезапно. На хоккейном матче увидел растяжку от болельщиков в Сибири. Узнал, это самый большой рисованный баннер в нашей стране. Виталий решил, он тоже может попасть в книгу рекордов. Что-то подобного от Виталия всегда можно было ждать. Почему? Если он поставил задачу, что вот что-то ему надо сделать, он все равно это сделает. Он, например, мог, вот уже когда было тепло и когда был 11 класс, пешком в школу, в шортах через мост прийти, переодеться в школе. Виталий рассказывает, свои рекордные планы держал в тайне ото всех. И для семьи, и для друзей это было сюрпризом. Я даже не знал, что вот у него такая мысль в голову придет. Потому что я вот неоднократно следил за его достижениями и успехами в спорте. У него там ВКонтакте и в Инстаграме. Видео, как он бегает по 20 километров в день, даже больше. Ну, я честно, для меня это было сенсацией, что вот мой одноклассник, который учится в параллели, присел 1780 раз. Как вы считаете, это вообще сложно или нет? Конечно, сложно. Я думаю, не каждый вот так может. Приседание – дело непростое. Ноги забиваются, мышцы болят. Тут важны тренировки. Вниз, вверх, вниз, вверх. Сначала сто раз, затем больше. За две недели Виталий присел более 10 тысяч раз. Чтобы зафиксировать рекорд, документально взял у одноклассника камеру. Одни часы установил для себя, чтобы отслеживать время, другие – для экспертов, как доказательство соблюдения тайминга. Поставил камеру, отошел назад, собрался с мыслью, помолился и начал упражнение. А, то есть руки за голову? Да, руки за голову, спина прямая. А ноги на ширине? А ноги на ширине плечи – это не оговаривалось. Главное, чтобы пятки не были оторваны от пола. Выносливость Виталий считает своим природным даром. Говорит, в многократных приседаниях важны и осанка, и концентрация, и стойкость. Сибиряк присел 1780 раз за один час. Видеодоказательства оценили эксперты. В свои 17 лет Виталий Абрамович стал рекордсменом Книги России. Но вопрос, что за этим стоит, отвечает. С пяти лет я занимался хоккеем с мячом, ушу, плаванием, вольной борьбой, большим теннисом. И сейчас легкой атлетикой занимаюсь. То есть довольно-таки большой у меня опыт. Не могу сказать, что у меня какие-то есть выдающиеся достижения. И свой рекорд я тоже не считаю каким-то сверхдостижением. Так получилось. Я просто хотел проверить свои возможности и узнать, что такое Книга рекордов России. Проверить, как это работает. Действительно ли, могу ли я стать рекордсменом. Теперь спортсмен готовится к новым свершениям. Какой рекорд будет следующим, из суеверия умалчивает. Елена Медведик, Борис Гладких, Новости ОТС.